Субтитры делал DimaTorzok Короче, у нас был грустный момент. Нашего писца убили. Ему сломали шею. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Духи животных Нас учат тому, что никакой иерархии нет. Не такого, что внизу есть остальные, а на вершине человек знаете. Нас учат тому, что все равны и что все животные могут быть людьми, или по крайней мере их можно увидеть в обличии человека, что они обладают почти таким же или даже большим разумом, и в действительности много могут научить людей. А превращение этому могут приходить вот так. Если животные захотят, то его можно увидеть в человеческом обличии. Есть история. Один человек подошел к проруби и увидел в ней другого человека в парке, который запутался в его сети. Застрял. И ну тогда он, помоги мне выбраться сюда, пожалуйста, помоги мне. Тогда он наслаждал этого человека. А потом понял, что на самом деле это был тюлень. Человек-тюлень. Из того, что тюлень нужна была помощь, тюлень позволил, чтобы его увидели в обличии человека. А вот отсюда и пошел, ребята, хентай с НЕКО. Да? НЕКО вообще. Олицетворение люди... Человек-животных, либо животно-людей. Человек-люди. Человек-животных, либо животно-людей. В лесу. Весец продолжает демонстрировать... Красоту духа помощников. Почему я до этого не мог зацепиться? Ау, зацепился. Окей. О, кролик. Кролики видели? Хе. Прикольно. Ща мы подождем, когда ветер поднимется в другую сторону. Ну? Или достаточно? А, достаточно. Мне песец в таком мублике не нравится. Тогда было получше. Ну, это реально. Так, окей. Ну, залетачего песца... Песца немножко полегче, на самом деле, играть. А, ну, теперь здесь только везде шифт нужно будет удерживать. Стрельба все равно остается неудобной. И я это не отрицаю. Ну, давай. давай цепляй ну что ты бац смысле я шлет пытайся разбить о почти готова Заметьте, дерево с лицом. И... О, я подумал, что за бредятина. И что дальше? Ну, конечно, я же вовремя увидел внизу светящийся херь. Давай, ветерок. Отправлять в путь на любое расстояние было опасно. За белой бурящей стеной снега ничего не было видно. Так, сразу. Я не знаю, для чего этот лёд. Ну, я думаю, его лучше разбить. Так, это первый. Это второй. Так, застрял. Или не застрял? О, нифига, но живое. А, круто. Откуда мне нужно было это знать? Ну, всё. О, здесь я мог перелететь, на самом деле. Так. 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 О, деревья смотрят. Как мы лазим по их веткам. Оу. Так. 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 и так сойдет типа мне 2 до вариантов в какой-то степени есть так где моя сова с истории метели не Быстрее наверх Не повезло, не пофартануло Он очень медленно опускает, почему здесь нету, не знаю, ничего нету Я смогу перелететь? Лола, а что? А что? Ааа, так нужно было подождать Пока дерево доедет Вон оно что Ну в какой-то степени я даже мог туда не запрыгивать Так, пиздец, давай, полетели Так, теперь я и огненный могу ломать Я понял Текаем Просто бежим, 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 бежим Ух, ну что за лавленая дорога А, типа, ему все равно, да? А, parfois ожидается А, по-другому Эмммм, стоп. Понимаете, херня в том, что он очень медленно управляет. Призрак дебильный, не может быстро летать, я тут что, виноват? Ни разу, ни разу, ни разу. Ну ладно. Применив все, что они успели узнать. Девочка бездесна, как не спобедили уже одного человека. Ему пришел конец. Окей. Человека-убийца. У эмитов есть много историй о Человек-убийце, которые считают отрицательным персонажем. И я думаю, когда в истории речь идет о Человек-убийце, это название для жизни отдельных людей и для целой общины. И в действительности, история о Человек-убийце, не думайте лишь о тебе и в твое сердце, всегда нужно быть место для общины. Часто эта история победителем становится один человек, но эта скромная персона, бросавшая вызов Человека-убийцам, Олицетворяет возвращение к порядку, возвращение к настоящей жизни и в общении. Для этого нужен лишь один такой человек. Возможно, только один этот человек может помочь и изменить все. Каждый хочет прожить хорошую жизнь. Каждый хочет жить в хорошей общении. Он подошел к этому месту и увидел, что похожий источником метели был небольшой тундровый лук. Что такое тундровый лук? Так, там что-то обьется. Мне это интересно, что это. Короче, когда делается один удар, почему меня замедлило, почему меня замедлило, я же прогнал нормально. Ну, по звуку мы уже приближаемся. О, нифига себе, это что? Это здоровый голем? Девочка увидела, что-то похожее на Человека-гаганта, который откалывал клыбы снега и разбивал их топором. Затем он сгреб его в земле. Собрал его в земле. А, то есть он просто раскидывает? Каждый раз, когда он так делал, пара ветра разнесел рыхлый песок, создавая метель, которая уходила в сторону деревни девочки. Она нашла источник метели. Ну, слушайте, в принципе, с другой стороны, можем на этом закончить. Как же я заберусь вон туда? Воскликнула девочка. Дружок, мы сделаем это вместе. Ответил песец. Короче, давайте с песцом мы закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok